Всем привет! В этом видео полистаю для вас две книжки от издательства Мелик Пашаев. Мяули. Истории жизни удивительной кошки и новые истории жизни удивительной кошки. То есть это первая и вторая часть. Автор Джудит Кер. Классика зарубежной иллюстрации. Книга очень популярная. У детей, наверное, от двух лет и старше. Моей нет еще пяти лет. Значит, первая у нас появилась книжка, вторая часть, новая история. Все-таки это, конечно, было нелогично. Нужно начинать с первой части. Много любителей этой серии. Лично я особо не прониклась, но ребенку нравится, это самое главное. В общем-то, с другой стороны, можно было вообще не покупать эти книги и ничего бы мы не потеряли. Вот, так что я не могу сказать, что я там рекомендую, но просто хочу полистать. Мало ли, кто-то, может, тоже хочет купить серию книг. Так, вот такое содержание. Формат большой у обоих книг. Бумага офсетная. Картинки крупные, качество печати хорошие. Итак, семья Томас, фамилия Томас, заводит кошку Мяули. И первая история о том, что она делала такие разные вещи, что родители каждый раз говорили, как мне надоело эта кошка. Но история заканчивается тем, что Мяули спасла дом от грабителя и в итоге даже получила за это упощрение. То есть уже они больше не говорили, что кошка это надоело. Вот, такая вот у нее медалька, дали ей яйцо, которое она любит. Что натворила Мяули. История. В общем-то, как сказать, не буду все пересказывать, но здесь такой юмор очень своеобразный. Ну, моя дочь смеялась, конечно. Значит, если коротко, выставка кошек прямо в саду у ее хозяев. Мяули сидела в саду, ой, в саду в чердаке, боялась выйти в сад, потому что там был этот большой белый тент, которого она ночью испугалась. И вот, значит, когда уже началась выставка, пришло много котов на эту выставку, Мяули так и не появилась. Уже хотели объявить победителя выставки. Вот, дети скучают и грустят, что Мяули не пришла. Напряталась на чердаке. И тут в какой-то момент, значит, Мяули все-таки решила пойти к своему дереву. Ну, в туалет она, в общем, хотела. И уже она вроде не боится этого тента среди бела дня. И, в общем, пописала она прямо на чьего-то кота. И ребенок, конечно, тут смеялся. Ну, такое. Еще она потом свалилась оттуда и стала победительницей при этом. Все, в общем, смеялись. Ну, почти все. Тот котик, которого испачкали, был не рад. Вот такой дали ей приз. Следующая история. С Новым годом, Мяули. Здесь она испугалась новогоднюю елку. И вообще, это первый ее Новый год. Она не понимает, что происходит. Вот такая вот реакция у нее на рождественское дерево. Вот она забралась наверх, на крышу. Потом она уснула на трубе. И прям как Санта-Клаус появилась, выпала в трубу и бухнулась прямо в камин. Вот такой вот у нее был первый Новый год. Отмыли кошку. В общем-то, все хорошо. Дальше. Игрушечная зайка и Мяули. Значит, такого зайчика ей подарили. Вот так она с ним игралась. Ну, конечно, ребенку интересно разглядывать все вот эти картинки. В общем, этот ее зайчик был иногда в ненужных местах. То среди фруктов, то в стуле. Мама все время хотела выбросить мусорку этого зайчика. Вот. А потом в итоге, вот они вышли на пикник около дома. Все было хорошо. Начался дождь, все убежали. Мяули. Мяули осталась одна под дождем и долго сидела, не двигалась с места. Все потому, что ее игрушка попала в беду. Дети ей помогли. И все пошли домой. Мяули отогрели, помыли. Такой она верный друг. Мяули у ветеринара. Вот эта история очень интересная, достаточно. Значит, здесь у нас Мяули поранила лапку. У нее иголка какая-то попала в лапку, когда она играла. В общем-то, ее отвезли к ветеринару. Но она, конечно, очень боялась. Ну и, в общем-то, она укусила доктора ветеринара. В общем-то, она творила много шума. Вот. В итоге, лапку, конечно, ей починили, если так можно сказать. Все у нее было хорошо. А доктор видел плохие сны. Вот. И вообще, еще потом лечился несколько дней после прихода Мяули. Алиса в гостях у Мяули. Ну, это вообще своеобразная такая история. Значит, Мяули такая... Не ест лишь бы что. Вот, например, тут она не стала есть свою рыбку. Она не любит эту рыбу. И хотела именно яйцо, которое ей дают на завтрак. Чем-то похоже, кстати, на детей. В общем, в итоге она решила уйти из дома, что ее плохо покормили. Пошла вот в мусорку спать. Во сне она видела, вот как хозяин не дает ей целый мешок яиц. Она хочет, конечно. А тут она заметила, что лисы питаются чем попало вообще на мусорке. И она, конечно, удивляется. Ну, как это так? Можно вот есть такую ерунду. А потом они съели еще ее рыбу, которую она не съела. Ее выбросили. Потом лисята играли с консервной банкой. Ну и так далее. Потом они к ней даже домой зашли и устроили бардак. Вот. В принципе, это последняя история уже долистала. Все остались довольны. И так, следующая книжка, которая появилась у нас первой. Некоторых она смущает последней историей, где мяули умирает. Ну, в принципе, эта история, кстати, неплохая. Она для тех, у кого есть кошка, может быть актуальной. Вот. Значит, мяули малыш. Вот эта история любима ребенком была очень долго. Для малышей эта история подходит. Значит, такие вот крупные картинки, как всегда, интересные. В общем, мальчик остался дома, не пошел в школу, потому что заболел. Играли они весь день, значит, смяули. А тут к ним зашли соседи, попросили посидеть с малышом. Малыш сразу заинтересовался кошкой. А кошке это, конечно, не нравилось. Вот даже ее так вот нарядили и отправили на прогулку. Вместе с малышом. В общем. Потом ее уложили спать рядом с ним. Потом он ее начал таскать за хвост. И ей все надоело. Она решила убежать. Малыш пошел за ней. Чуть не попал под машину. Как раз ехала соседка его мама. Мяули его спасла. И все сказали, какая молодец, мяули. И дали ей большую рыбку. Мяули в гостях у бабушки, значит. Ее семья уехала в отпуск. Оставила мяули у бабушки. А у нее уже был какой-то кот рыжий. И, в общем-то, история о том, как мяули провела это время без своей семьи. В принципе, у нее все было хорошо. Они в Мексику летали. Были, конечно, истории. Там мяули испугалась или обиделась. Уже не помню. И на дереве осталось. Ее тут потом снимали. Потом приехали ее родные. И все было хорошо. Ночные приключения мяули. Это интересно, кстати. Ну, в два годика ребенок не поймет. А вот когда постарше, интересно. Значит, мяули сидела в саду и думала о своем. Значит, дома у нее семья была в тепле перед телевизором. А она сидела на ветке дерева и думала, например, кто это там на ветке? Наверное, птичка. Птичка – это не опасно. А вдруг эта птичка огромная и вдруг у нее есть зубы. То есть, ну, такие фантазии у нее, значит, были. И ребенку это было, конечно, смешно. Таких птичек не бывает. Тем более с зубами. Потом она представила мышку большую, как собаку. В общем, она уснула на ветке. Во сне мне тоже все было странно. И потом она проснулась, упала с дерева и вернулась к хозяевам в тепло. Вот такие ночные приключения. Новогодний переполох. Значит, это уже, видимо, второй Новый год для мяули. Ну, там она, в общем, натворила, натворила дел. Жарных даже пришлось вызывать. Вот, дерево спалило. Ну, ничего, пришли гости. И, в общем, в итоге они хорошо провели Новый год. Дальше. Вот теперь прощай мяули. Такая вот история. Мяули так устала. Смертельно устала. Устала ее голова, лапы и хвост. И, в общем, она больше не проснулась. Кстати, рисунки здесь милые, надо заметить. В общем, они отнесли ее, закопали. Вот. Вскоре в доме появился Новый котенок. Мама-кошка от него отказалась. Я подумала, может, мы возьмем его к себе? И он заменит нам мяули. Ну, такая вот постановка вопроса, конечно, нехорошая, что можно заменить друга. Но, тем не менее, мяули, значит, наблюдала за этим всем свысока. Там котенок, конечно, натворил дел. Без помощи мяули тут, конечно, не могли обойтись. И она вот так вот сверху, скажем так, помогла котенку обжиться. И уже потом ушла спокойно, увидев, что у хозяев все хорошо. И котенок, в общем-то, научила она его как себя вести. В общем, в определенных ситуациях эта история может быть полезна. Я считаю, ну, неплохая. Ну, либо ее можно не читать ребенку, если кто-то не хочет. Вот. Такие вот книжки.